итак в декабре мы обсудим солнечную систему я надеюсь закончим потому что после летней после зимней сессии я уеду на два месяца в новосибирск лекции не будет а когда вернусь у нас останется два месяца на звезды и галактики обычно немножко другая последовательность бывает мы до нового года приборы после нового года объекты изучаем но поскольку с приборами покончено и с методами начинаем солнечную систему и до нового года ее добьем поскольку про солнечную систему вы и так все знаете это самое элементарное но просто поговорить и давайте хорошем темпе во-первых книжки учебник дико устарел просто дико каждый день солнечной системе чем-то новое открывается я он уже лет 15 или 20 не переписывался методы там прекрасно изложено нового мало а вот это вот ботаника так сказать объекты солнечной системы типы методы исследования ну то есть полета реально к объектам а это все устарело поэтому ориентируйтесь вот на эту книжку на новые издания по крайней мере мы стараемся поддерживать на уровне современных знаний по моим четвертая уже вышла или 3 3 я сделал скоро будет 4 это самое доступное для вас и более или менее охватывающая всю солнечную систему пособие есть еще замечательная книга но она странно издана на английском она очень хорошо написано джонс это вообще крупный товарищ по планетам и по экзопланетам и по экзобиологии мы ее перевели но в этот момент к мы и издали издательство мир лопнула и книжка это как-то так странно не попала в магазин но по-моему она библиотеках есть а может быть кто-то уже отсканировал окажется а нет и не выкладывал ну во всяком случае если в библиотеке или в сети найдете посмотрите хорошая книжка так состав солнечной системы мы помним 8 больших планет с названиями на русском все еще чехарда по-английски четко пленит и никаких вот пленит и все никаких прилагательных по-русски мы чтобы не запнуться о другие объекты говорим большие планеты классические планеты вообще-то надо говорить просто планеты солнечная система потому что все остальное не планеты все остальное это кометы астероиды планеты карлики спутники и так далее слова планета достаточно но если хотите чтобы не было непонимания ну говорите большие планеты их 8 все ли это возможно не все когда-то было предположение что внутри орбиты меркурия есть планеты и довольно долго искали как она называлась помните название это и придумали вулкан а найти пока не нашли но наверное большой там нет наверняка мы это заметили бы уже а мелких пока не можем там отыскать поскольку солнце мешает но иногда кометы к приближаются в области внутри меркурия они конечно дают о себе знать ярко очень хвосты выкидывают это все вам известно кстати говоря вот этот термин обычно в популярных книжках пояс койпера я написал эджварда койпера а кто такой эджвард чего он сюда затесался но на всякий случай исторически было так малоизвестный английский астроном да он вообще был и почти не астроном но увлекался астрономии он предсказал что эта область за орбитой нептуна будет нанесен населена малыми телами а койпер как раз сопротивлялся этому и говорил что там ничего не будет наши большие планеты все оттуда выкинут своей гравитации в результате когда там стали открывать объекта где-то между вот 40 и 50 30 и 50 астрономическими единицами назвали поясом койпера американцы уж койпер но это как вот все все открытия приписывают энштейн койпер великий астроном действительно великий и многое приписывают ему незаслуженно ну мы на всякий случай а европейские астрономы просто настаивают на том чтобы называть эджварда койпера так что если встретите такой термин не удивляйтесь хотя конечно короче говорить койпера все это и так поймут но традиционно и европа борется за свои привилегии как мы делим объекты солнце понятно планеты понятно планет ну если хотите добавляйте вот такие прилагательные большие либо классические планеты карлики их 5 штук пока спутники планет жуткая свалка неоднородных объектов которые надо будет делить на какие-то подгруппы уж очень они разные от каких-то камушков до там титана с атмосферой полноценной планеты так что это совершенно не не приведенная в систему почти 200 сейчас уже больше 200 тел надо будет с ними разбираться но малые тела солнечная система астероиды и кометы причем разница между теми и другими все сильнее и сильнее смазывается уже трудно сказать чем является тело на самом деле астероидом или кометы признак только один есть хвост нет хвоста а хвост может появиться в любую минуту если она подлетит к солнцу так что это тоже свалка и может быть когда-то эти объекты просто сольются в одну компанию ибо физически между ними большой разницы нет размеры и границы солнечной системы тоже мало определенная вещь а границы чего ну раньше еще недавно мы могли сказать так но например границы вещества солнечной системы вот где только наша а где уже и не наша встречается но тогда говорят гелиосфера то есть область заполненная солнечным ветром который выталкивает все прочее на солнечную систему налетает межзвездная среда ну кто на кого налетает чего просто солнечная система летит ей навстречу дует в лицо газ который межзвездный ну и где-то тут можно сказать вот тут уже точно чужое вещество а вот тут наше потому что солнце своим потоком солнечного ветра все растолкала ну вроде бы да вы знаете воин жиру же до этой границы добрались но на самом деле нейтральные электрические незаряженные частицы спокойно пролетают здесь солнечный вечер ветер очень разреженный и он выталкивает не прямыми столкновениями там в протон в протон он выталкивает своим магнитным полем солнечная плазма разреженная но она несет магнитное поле а заряженные частицы на это магнитное поле налетают и пройти сквозь него не могут поэтому здесь такая граница где давление сравниваются потока от солнца и потока от межзвездной среды но нейтральная частица там какой-нибудь атом водорода межзвездный почему они есть вполне не замечая этого пролетает мы их тут регистрируем прямо у земли межзвездные так что даже это не определенная вещь но за последние два года мы открыли межзвездный астероид и что еще межзвездная комету сотрудник гаиш открыл да все знают великий гена бориса все знают все знают хорошо почему мы этого не отметили на сайте гаиш я так и не понимаю действительно великое открытие так что ну условная граница это та граница гелиопауза где солнечный ветер наталкивается на межзвездное пространство можно вот так нарисовать хотя вот это мне больше нравится картинка потому что тут ясно видно что хвост гелиосферы вытянут но как и у кометы всегда вытянут бог знает куда а голова конечно четко определена потому что на нее налетает чужое вещество и когда давление потоков отсюда и отсюда сравнивается он тут как раз они уплотняются и граница она не очень четко скорее область переходная вот гелиопауза она существует два пионера пролетели а один пионер один улетает хвост другой пионер это знаете да американские зонды один пролетел но нужно не работающем состоянии он ничего нам не передал а оба вояджера уже проткнули ну вошли в эту область и мы точно знаем что она на расстоянии 100 астрономических единиц от солнца дальше дальше ну поиск койпером о нем поговорили это логарифмическая шкала поэтому тут так нарисовано дальше за поясом койпером а малоизвестная область вот я даже не знаю в учебниках по моему ее еще не упоминали никогда пояс хилса хилса это американский страну небес ну звездный динамик скажем так специалист по звездной динамике он очень правильную вещь сделал я вообще-то ее раньше сделал но я по глупости не опубликовал он очень быстро и опубликовал в общем идея такая на периферии солнечной системы там где уже гравитация солнца начинает уступать гравитации соседних тел там так называемое облако орта но это приблизительно моего так сферическим рисуем никто не знает какое она но дело в том что звезды время от сближаются и за время жизни солнечной системы через эту область неоднократно пролетали соседние звезды а каждый такой пролет гравитационный удар такой в общем гравитации своей практически срывает вот это вот самое внешнее окружение солнца эти холодные тела которые похожи на ядра комет но они может никогда не приближаются к солнце а откуда же они получают дополнительное вещество а вот как раз из пояса хилса это гораздо ближе к солнцу на порядок на два порядка ближе и вот эти объекты хорошо держат солнечной гравитации не так легко оторвать и когда звезда пролетает соседние она срывает вот эти внешние но вызывают небольшое гравитационное возмущение и из пояса хилса они уходят вот сюда некоторые на периферию и поддерживают вот это вот облака орта так что на самом деле самые периферийные объекты они сидят вот тут вот в поясе хилса а облако орта оно такое временное оно сегодня есть а завтра его может смести а она опять восстановится потому что изнутри из внутренних областей туда придут объекты новые так вот сегодня надо так понимать потому что облака орта крайне слабо держится за за солнце расстояние 100 тысяч астрономических единиц там гравитация почти никакая наверняка у соседних звезд есть такое же окружение такие же облака орта ну то есть самые периферийные области населенные объектами уж они то точно друг сквозь друга проходят довольно часто при этом конечно столкновение взаимных не практически не происходит объекты маленькие эти ледяные ядрышки комет разреженность огромная тут объем то большой они проходят друг друг сквозь друга но мы иногда можем их получать внутрь солнечной системы сюда где легко их наблюдать и вот наверняка та комета которая сюда приехала в прошлом году а почему прошлом в этом году более открыл а гена борисов она скорее всего просто это периферийная комета из соседнего облака орта а может быть и межзвездная кто его знает решить трудно астероид который был семнадцатом году обнаружен но вы понимаете это картинка это не фотография с ним не очень удачно получилось мы его не заметили на прилете на во время его приближения к солнце заметили только когда он же прошел мимо солнце улетал поэтому исследовать как следует не получилось а кто переведет его имя вот это вот ому аму а а не знаете язык аборигенов океане открыли его с телескопом который стоит на мауна ло это на острове в гавайском архипелаге поэтому и назвали его на языке местных местного населения гавайских островов красивое название ому аму а кое-что напоминает догадались что напоминает нет хочу что смеете ну ладно арабский язык в нр тоже не учили ну хорошо ладно а так вот эта картинка но соотношение размеров скорее всего мы правильно угадали потому что блеск у него менялся регулярно и по изменению блеска можно было он кувыркается летит можно было соотношение ширины к длине посчитать ну примерно там один пяти один к семи мы не знаем ни одного астероида в солнечной системе с таким соотношением сторон а тут первый же залетевший из межзвездного пространства имеет такую себе горообразную форму поэтому идея о том что космический корабль пришельцев она вполне обсуждаемая она не не сумасшедшие но мы не знаем ничего о нем больше свет у нее только знаем красноватый размер вот там несколько сот метров и все больше ничего не знаем такой корабль вполне мог бы быть если мы пропустили еще и космический корабль то это совсем обидная ситуация догнать его невозможно он летит очень быстро но с кометой борисова нам повезло больше она сейчас только-только приближается часа перигели проходит как раз по моему начале декабря а так что потом будет удаляться но мы ее надо на прилете видели сейчас на отлете будем видеть это замечательно с этим вот не совсем получилось у него была такая орбита которую прям фантастических книжках только описывают что он влетел не просто солнечную систему прошел внутри орбиты меркурия то есть ему надо было подзаряжаться естественно нас от солнца ну корабль не иначе а кувыркался он понятно почему пролетая мимо солнца невозможно же не кувыркаться правильно а а почему ну вы даете про этот эффект мы еще поговорим нет конечно просто если вы пролетаете мимо солнца поток излучения такой большой что нагреет одну сторону корабля и она будет очень горячая другая останется холодной мы даже спутники запускаем если близко ну там в области меркурия или венера обязательно закручиваем их чтобы они равномерно освещали солнцем и там не было сильного перепада температуры так что этот кувыркался конечно сознательно пилоты его вот в такой режим перевели чтобы нагревать код корпус однородно в общем жалко что пропустили ладно улетел другой прилетит сегодня открытие объектов солнечной системы конечно происходит в основном автоматическими телескопами в ночь вернее так за одни сутки обнаруживается примерно 250 так среднем новых объектов представлять каждые сутки 250 новых объектов солнечной системе компьютер элементарно выделяет движущиеся на фоне звезд объект значит принадлежащий нашей солнечной системе посмотрите как обычно это выглядит на последовательной серии снимков звезды тут на месте стоят вот пожалуйста вам объектик раз два три четыре кадра 55 кадров сделано и вы по этим пяти кадрам в принципе за одну ночь за пару ночей можете неплохо рассчитать орбиту неплохо это не значит очень хорошо но в первом приближении можете рассчитать так чтобы отличить его от других уже известных объектов с известными орбитами и считать его новым или не но вот такая статистика обнаружение новых объектов солнечной системе после где-то после девяносто девятого года можно считать после двухтысячного резко темп открытия возрос и он так и идет до сегодняшнего дня уже давным давно 20 лет и не думает снижаться частота обнаружения а я думаю ближайшие годы она даже повысится сейчас новые большие телескопы ну вот уже миллион с гаком открыто объекты солнечной системы что значит открыто вот этот график более такой детальный видеть три кривых раз-два-три это обнаруженные объекты и до если на 8 на начало девятнадцатого года их было уже больше миллиона а вот эта кривая это объекты надежно исследовал ну как если на орбита надежно вычисленная их орбита их наблюдали уже более года они прошли значительный путь по своей орбите много точек было взято и по ним орбита с высокой точностью вычислена мы вот эти мы уже не потеряем с этим могут быть да в общем сегодня то вряд ли будут но раньше были такие истории что обнаружат объект потом он уходит куда-нибудь за солнце его там пару месяцев невозможно наблюдать когда он выйдет из-за солнца оказывается что мы уже не можем его найти плохо было вычислена орбита но сегодня таких в общем практически не происходит вещей даже те как которые раньше были потеряны сейчас найдены но все-таки надо наблюдать хотя бы там два года объект время от времени чтобы он перешел в категорию надежно обнаруженных а это астероиды получившие личные имена вот как церера паллада юнона вес такие не просто номера в каталоге а какие-то личные имена традиция тут такая первооткрыватель имеет право предложить имя что касается астероидов мы начнем называемых именами первооткрывателей а просто даем им право предлагать вот борисову повезло он открыл комету и тут хочет он или не хочет она названа его именем в отношении комет именно такая традиция открыл комету она твоим именем будет названа ну ей номер конечно будет присвоено еще и имя первооткрывателя а почему такая разница между астероидами и кометами кто скажет вот комета прилетела улетела кометы движутся по сильно вытянутым если бы у них не были вытянутые орбиты они бы не были кометами а почему конечно они бы либо вообще не были видны либо рядом с солнцем давно бы уже подсохли там никаких газов не было не было бы хвостов мы бы их кометами не считали а астероид бегает бегает себе по более или менее круговой орбит не сегодня так завтра откроем ну правда вот ому аму а то вышло не так прилетел улетел а навсегда хорошо что все таки не пропустили ну в общем вот имена получившие вернее кометы астероида получившие собственные имена их совсем мало не потому что приличных людей мало но их тоже не очень много но хватило бы наверное побольше дать а дело в том что дают имя астероидам вот личное имя после специального обсуждения а небольшая группа людей этим занимается в международном астрономическом союзе есть такой комитет по наименованием космических тел и он каждое имя должен должен обсудить потому что вдруг какого-нибудь негодяя этом за деньги предложат назвать его именем астероид будет неприлично и каждое имя обсуждается надо определенную справку написать чтобы комитет рассмотрел сказал да это приличный человек назовем мы вот вот с моей подачи например двух человек имена двух человек дали астероидом и это приличные люди вот академик гинсбург например наш нобелевский лауреат и еще один человек ну ладно такая история спутники планеты спутники тоже бывают большие и маленькие большие открыто давно и вот 80-ый год почему я взял но это такой традиционный год когда медленно все развивалось не было еще компьютерных компьютеризованных телескопов мы все глазами смотрели посмотреть посмотреть сколько спутников было открыто тогда у планет ну на фото пластинка конечно не глазами фото пластинками а это так и сохранилось один у земли два у марса ничего нового не добавилось а вот у планет гигантов и даже у не гигантов даже у плутона и там планет карликов обнаружилось невероятно много план спутников на сегодняшний день их более двухсот прям не успеваешь графики дорисовывать ведь как взмыло эта кривая но тоже где-то с с какого с 95 примерно года когда уже электронные приемники стали использовать поехали дальше а нет я пожалуй заблуждаюсь не с 95 где-то с 75 года знаете почему стали подлетать к планетам гигантам первые космические зонды и они когда подлетали в упор открывали там прямо по 10-15 новых спутников и юпитер и сатурна вот это это был вот это начало этого быстрого увеличения она связана не с не со свойствами телескопов с возможностью посылать планетам гигантам космические зонды у юпитера о забыл обновить слайд и у него уже не 69 в этом году еще штук 20 по моему открыли да где-то там под 90 сейчас стало надо будет обновить слайд у сатурна чуть больше 60 сейчас скажет 68 ну а не пойми ну больше больше да нету юпитера больше вы отстали от жизни не будем соревноваться господи у кого из них больше на самом деле это довольно особенно в отношении сатурна сложная проблема потому что у него в кольце много довольно крупных булыжников и вот где провести границу между камнями летающими в кольце сатурна у остальных планет гигантов кольца довольно из мелких частиц состоят а у сатурна там есть глыбы большие вот что спутником называть в кольце сатурна мы найдем сотни или тысячи таких глыб ну где-то надо провести границу есть мнение где что считать спутником а что частицы кольца а внутри кольца сатурна тоже есть такие штуковины которые расчищают вдоль себя пространство в общем вот мало интересная проблема такого определения или там где кончаются астероида начинаются метеороиды метеороид есть такое понятие метеороид это будущий метеорит который на планету упадет тоже где там вот какого размера это астероид а меньше это метеороида когда-нибудь определим пока нет определения телескопы робота в этом смысле очень полезны в том числе и наши телескопы робота вы с этим знакомы да в кг у нас стоит такой и в других местах тоже стоят и вообще в крайне перспективное направление поскольку телескопы роботы сейчас дают огромный массив данных немножко изменился стиль работы астрономов да вот сильно изменился теперь данных так много что надо с большими объемами информации с большими каталогами уметь работать вот бигдата она пришла и в астрономию тоже уже миллиард звезд например сейчас исследуется раньше мы так вот руками каталоги писали там 100 объектов полторы тысячи тоже можно руками написать а когда у вас сотни миллионов и к миллиарду уже приближается даже перевалило через миллиард количество звезд тут уже надо компьютерные методы применять но вот эти большие телескопы которые идут сейчас на на смену или на помощь нашим традиционным они конечно выдадут колоссальное количество информации и надо будет научиться из нее полезную выцарапывать это определенных трудностей будет составит нам тот делать астроном еще не очень сейчас новая комиссия международном астрономическом союзе родилась вот по астро статистика вообще новое направление в астрономии астро статистика работа с большими базами данных это серьезно и интересно вот такие картинки вы встретите в некоторых учебниках к сожалению бывают и хуже о бывают вот такие это хорошем учебнике астрономии американском я нашел учебник хороший но вот такой вот подход к демонстрации небесных тел крайне нежелательно почему все независимо от массы показаны одного размера и звезда и планета гигант и планеты не гигант и спутники из раз создается впечатление от чужой все одинаковые а тогда почему тут идут термоядерные реакции это сплошная куча газа это сплошная куча жидкости а тут сухо а тут нет никаких источников энергии в чем же разница между ними это очень плохая система вот так вот их все по одинаковым клеточкам засовывать вот это правильная картинка и мы ее с анатолием владимировичем за самым впервые школьный учебник засунули кстати должен поделиться радостью в прошлом году мы написали новый учебник астрономии для школы только что ему дали гриф рекомендант он рекомендован теперь для средних школ то есть он будет стандартным ну конкурировать будет с другими конечно есть и другие учебники посмотрим кто выиграет в этом соревновании так вот такая картинка она правильное впечатление дает вы увидите что звезда это действительно гигантская масса вещества планеты гиганты ну как-то еще с ней сравнимы а где тут земля какая она справа налево если считать 1 2 3 4 а четвертая все уверены что четвертая так сомнения возникли так какая она по счету четвертая правильно венера чуть поменее массивно чем земля нас но понимаете что это вот крупица которую там солнце чихнет ее не будет и если бы вы влите вот те кто те кто на ому аму а влетели в солнечную систему они бы конечно и внимание не обратили вот на эту мелочь под названием земля они у них свои там проблемы были подзарядиться солнечной энергии и улетели не глядя размеры не только самих планет размеры даже спутниковых систем вокруг планет они вполне сравнимы с солнцем вот вам земля и луна спокойно бы внутри солнца поместилось основные спутники юпитера и у европы ганимет калиста ну ладно ганимет калиста не поместилась база вот самые два главных и у европа тоже в объеме солнце также солнце очень большое а плохая картинка вот хорошая картинка здесь я тоже нарисовал но не нарисовал конечно свел в один масштаб все планеты включая плутон ну с плутоном я немножко нам ухлевал он чуть чуть меньше потому что иначе его видно бы не было вообще вот а видно что планетная система забудем про плутон планетная система делится на две больших группы гиганты и карл но не карлики хотя они конечно карлики их называют планетами земного типа или земной групп земли подобные планеты по-английски террестриал пленец но обратите внимание что группа гигантов очевидно распадается на две подгруппы газовые гиганты и ледяные ну льдами в астрономии называют не только вот такой лед но и все что ну и жидкие какие-то вещи то есть производители льда вода метан там жидкие это все льды потому что водород и гелий их в лед превратить как-то сложновато а воду метан чуть охладил они становятся так что вот это ледяные уран-нептун а эти газовые по такой устоявшейся терминологии а группа землеподобных планет тоже очевидно распадается на две подгруппы земля венера почти одинаковые марс ну марс меркурий не совсем одинаковые но они сильно отличаются от земли венеры ну меркурий совсем голенький на марсе там почти нет атмосферы в этом смысле они похожи друг на друга так что вот две группы и каждая из них еще на симметричные подгруппы делится как-то очень все правильно солнечной системе устроено внутреннее строение планет мы плохо себя представляем еще будем о нем говорить но поверьте каждый год публикуют статьи с уточнениями теоретических представлений о внутреннем строении планет практических мы не имеем даже относительно земли даже литосферу земли вот самый верхний слой это не проковыряли до конца ее толщина там от 10 до ну на материках там 30-40 километров на океанском дне может быть 10 километров океанское дно она очень тоненькая но не проковыряли ни там ни там самая глубокая скважина какая на земле кольская сфер глубокая но еж на материке заложили а материк 30 километров а то и 50 а кольская сколько километров ну да 12 это там потом в кривь пошла а нам океанском дне тоже бурили есть специальные суда там челленджер но они тоже километров на 6 по моим прошли а там кора 10-12 километров так что даже кору земную не пробурили и мы не имеем из мантии таких чистых образцов они конечно поднимаются иногда через вулканы но это уже не то так что здесь но с землей есть замечательные косвенные методы прозваниваемые звуковыми волнами эхолокация геологические ну и не только звуковыми сейчас даже нейтрина принимают проходящие сквозь земли даже из земного ядра так что землей более или менее понять это с землей иногда геологи вдруг новые слои публикуют недавно новый слой нашли там на границе мантии ядра а с этими планетами чистая теория просто модели подгоняем таким образом чтобы они на поверхности выходили нам на измеренную массу измеренную среднюю плотность то есть реальный размер а модели могут быть вообще говоря немножко разные хороший метод уточнять модели это летать близёхонько-близёхонько рядом с поверхностью планеты и тогда по полету спутника вы можете прощупать форму гравитационного поля а она зависит не только от общей массы но и от распределения плотности внутри тела и вот единственный спутник который сейчас изучает юпитер на этот счет как он называется спутник юпитера действующий искусственный а юнона до джуна юнона его специально запустили так что он прямо прижимается поверхности юпитера но долго бы он там не прожил там радиация высокая там отлетает переводит дыхание а потом снова ночь поверхности юпитера подлетает и вот в ближайшие года полтора-два мы будем знать гораздо точнее внутреннее строение юпитера но она наверное такой же примерно как у сатурн они похожи друг на друга благодаря одному спутнику он прощупывает высшие гармоники гравитационного поля а значит немножко распределение но в общем понятно видно что они из водорода и гелия в основном состоят тут газ тут жидкость а тут водород уже так сильно сжат что от него внешний электрон отрывается ну просто прижата атому водорода вплотную и электроны становятся обобщенными они бегают от одного атома к другому а это уже электронной проводимости это уже металл так что мы его называем металлический или металлизированный водород недавно его в лабораториях получили но получают там на малые доли секунды к обжимают взрывом газ а тут он в большом количестве холодный и легко изучаемый если ядра каменные и может быть железные ядра у планет гигантов это вопрос открытый до них не добраться никаким внешним измерением но наверное есть куда им деться не один штамм водород и гелий наверное металл и есть но магнитное поле например у земли в металлическом ядре генерируется а у гигантов вот в этом водороде металлизированном ну что еще но обратите внимание на температуру вот она тут выписано не слабо 20 тысяч градусов ну или кельвинов в центре холодной планеты а 20 тысяч это вообще температура характерная для самых горячих звезд а и в недрах земли тоже там ну 6 это немножко перебор там где-то 5500 5600 на в центре земли но это тоже температура поверхности солнца так что там всегда горячо а с вращением планет мы пока ничего не понимаем ровным счетом ничего никакой системы в наклоне осей и в скорости вращения скорость а тут они выписаны ну примерно знаете да например земля и марс с одинаковой скоростью вращаются один оборот за 24 часа и у марса тоже наклон осей одинаковый а что общего между этими планетами да ничего очень много общего между землей венеры венера вращается в обратном направлении да в общем почти стоит на месте почти не вращается но еще и чуть-чуть в обратном направлении то есть совершенно не похоже на землю почему например гигант сатурн вращается также как земля тоже непонятно почему уран где лежа на боку но это вообще какой-то уникум то есть вот тут полностью и не факт что мы когда-нибудь в этом разберемся потому что это предыстория назад нет пути во времени мы не знаем как она складывалась гипотез много ответить четко вряд ли кто когда сможет но может сможет наблюдение в телескоп мало что дают ну в наше время почти ничего не дают изучать солнечную систему в телескоп открывать новые объекты да можно но изучать детально их очень сложно вот это нам мешает атмосфера смотрите какое разрешение линейное мы получаем при качестве изображения в одну секунду а это в общем хорошее качество у нас в стране нет обсерватории с лучшим качеством изображения и в мире то их немного в уникальных местах только там день на гавайях или в чили бывает полсекунды вот даже одна секунда это два километра на луне ну можно там дождаться редкого момента увидеть один километр разрешение на марсе 300 на юпитере 3000 а на плутоне 30 тысяч километров а сам плутон какого размера помните здесь в 10 раз меньше то есть плутон это звездочка для нас как бы мы не напрягались глядя с земли есть хорошие обсерватории конечно но в общем там тоже ну может вдвое лучше когда-то мы гордились вот этой обсерватории пикзю медиена правда очень хорошая но и сегодня она уже в общем теряет свои преимущества мы об этом говорили вот как разрешение формальное разрешение телескопов скачет от эпохи к эпохе это сначала с галилеевского телескопа кажется телескоп галилея был единственный кто давал практическое разрешение такое же как теоретически возможно у неё диаметр объектива был маленький и дифракционное разрешение было примерно одна секунда поэтому он атмосфера ему не портила жизнь а потом стали делать все более и более большого большего диаметра объективы и они бы дали очень большое там десятые доли угловой секунды сотые доли угловой секунды атмосфера все равно понижала его до качества до качества соответствующего месту установки телескопа поэтому астрономы сначала в небольшие горы забрались потом в большие горы забрались потом запустили на орбиту это было хорошо но потом создали и на земле методы высокого разрешения что это за инструменты кто помнит а интерферометры да это интерферометры 1 8 метровых вылете телескопах а это на mount palomar американский интерферомет но интерферометры картинку не дает он дает возможность измерить расстояние маленькие между яркими какими-то точками да это он может четкую картинку такого протяженного объекта он не даст так что это в общем от лукавого это полезный метод но картинок таким образом не получим хорошие картинки дает хаббл был бы хаббл побольше диаметром увидели бы мы много чего интересного но пока он что есть то есть и все равно это лучше чем наземные наблюдения вот смотрите юпитер но кто наблюдал юпитер знает что глазом вот такое разрешение но почти никогда не удается получить это одна из лучших фотографий двадцатого века не помню где она сделана кажется на пирдюмиди там хорошее изображение вот это очень качественная фотография двадцатого века это хаббл сегодня дает такое разрешение он не только видит детали в облачном слое юпитера он еще видит детали на поверхности спутников юпитера эти спутники никогда в жизни не разрешали в наземные телескопа хаббл видит там какую-то географию на их поверхности это какой спутник а ну да тут написано а это ведь что да его тень то есть там затмение бывают солнечные регулярно но наблюдать их некому но если вы подлетели к планете вплотную на каком-то зонде то уже в завершение великолепное и она ограничивается только размером pzs матрицы в фотоаппарате этого космического зонда но тем не менее наземные или скажем так не наземные наблюдения от земли все равно имеют смысл хаббл время от времени смотрит на планеты хотя это нет не основная его задача и замечает то чего зонда не могли заметить что такое космический зонд но первых большинство из них просто пролетают мимо планет пролетел улетел и все пару дней там наблюдают планету пока близко с ней они вообще мало полезны но даже спутники планет вот у нас 10 лет вокруг юпитера бегал галилео 10 лет вокруг сатурна бегал кассини но они же не все время на планету смотрят у них масса других задач и спутники исследовать кольца а хаббл может регулярно смотреть на планеты вот удача какая была этот спутник юпитера европа мы знаем но фотография фотография европа конечно зонда получена она просто сюда вставлена мы знали что там есть трещины в ледяном панцире но никогда не видели чтобы из этих трещин вода выливалась а надежда на это было и вот хаббл дважды увидел вот эти вот пятна это реально вода которая из трещин на европе выливается причем на большое расстояние может быть даже не падает полностью назад а что-то в космос улетает то есть реально можно пролетев на зонде недалеко от европы зачерпнуть эту водичку ну она там не все время конечно брызжет но видно что время от времени бывает поэтому обсуждаются сейчас зонт который будет вокруг европы вращаться то есть спутник первый спутник спутника и ждать когда такой гейзер оттуда подаст воду потому что иначе ее получить там 30 километровой толщины лед на европе вряд ли когда-нибудь удастся любители астрономии их много гораздо больше чем профессионалов у них гораздо больше энтузиазма в исследовании планет и они своей аппаратуры она сейчас конкурирует в общем с профессиональной вот хороший любительский телескоп вполне конкурирует по качеству картинки они иногда делают то чего даже профессионалы и даже зонды космические не могут обнаружить например за всю историю наблюдения юпитера мы три раза видели как в него врезалась комета один раз еще 90-е годы профессионалы открыли два следующих раза удары комет по юпитеру обнаружили любители ну потому что они поняли что это бывает начали смотреть за юпитером регулярно и вот такого инструмента с камерой вполне хватает чтобы делать такие серьезные вещи качество любительской техники вот посмотрите три снимка сатурна это лучший любительский снимок 20 конца двадцатого века там где-то а это тогда же лучший профессиональный но очевидно вам все таки превосходит любительский а это на сегодняшний день вот так любители снимают то есть это на порядок лучше чем профессионалы могли себе позволить еще недавно ну это конечно сложная техника во первых надо за один снимок вот такое качество не получишь надо снимать тысячи несколько тысяч кадров из них выбирать несколько полторы-две сотни самых четких когда изображение было хорошие потом они складываются вместе для усиления контраста и получается великолепный снимок ведь структура даже облачная там прекрасно видно замечательный снимок и сегодня это любительский раньше даже профессионалы не могли зонды первый зонд отправленный к другой планете был наш то есть нет отправленный то был американцы даже начали раньше но долетевший до другой планеты другой планеты в те годы была луна ближайшая к нам луна был наш и тогда мы в первый межпланетный перелет осуществили замечательный шарик который разбился луну тормозить он не умел но он измерял магнит воли вот обычно магнитограф он всегда датчик магнитного поля он всегда вынесен вдаль от основного корпуса аппаратом чтобы не было наводки от магнитных полей здешних ну и антенны и вот это датчики радиации космических лучей вот это вот это так что он вполне доказал что нет магнитного поля у луны и какой уровень радиации там он вполне был на полезный для науки в те годы но самым полезным конечно было это что это за аппарат я бы ему память памятник поставил вот удивительно что до сих пор нет памятника этому замечательному аппарату не знаете что это такое это луна 3 59 год она впервые облетев луну сфотографировала обратную сторону астрономы мечтали увидеть обратную сторону луны столетиями и никаких шансов увидите с земли у нас нет мы можем что угодно увидеть какую-нибудь галактику на том конце вселенной а обратную сторону луны никогда земли не увидим потому что она синхронно обращается вокруг земли был даже такое шуточное конечно поверье что после смерти душе астронома попадает на обратную сторону луны но может тогда будет шанс увидеть что она там как она выглядит вот впервые передали в пятьдесят девятом году вот первый снимок он конечно некачественный она на фото пленку снимала обычная вот это вот целлулоидная кто еще помнит как это выглядит целлулоидная пленка никто не фотографировал уже не пробовали фотографировал нудное дело согласись до проявлять закреплять сам проявлял закреплял но это щелкнуть аппаратом это каждый может а проявлять закреплять бочки химреактивы все это нудное дело все это было сделано вот в этом бочонке он размером вот такой вот самовар такой маленький все это автоматически без компьютеров вот компьютеров еще не было автоматика уже было но она без компьютеров работала и впервые сориентировался в космическом пространстве аппаратом навел себя на нужный объект чего тоже до этого никто не умел делать фантастика инженеры работали просто удивительно точно самое печальное что не только памятника нет этому замечательному эксперименту когда он отснял пленку проявил закрепил ее на борту отсканировал сканеров тогда тоже еще не было как он ее отсканировал то своя история и потом по радио передал вот этот снимок а где мы его принимали в крыму стояла радиоантенна на которую принимали сигналы от этого аппарата он где-то по пути он не думали что здесь он здесь не сработало он где-то вот вот тут вот у луны передал радиосигнал мы его в крыму приняли когда у нас была практика на пятом курсе это значит какой семьдесят пятый год они даже 73 на третьем курсе я гулял по крымским горам и увидел эту антенну она в кустах ржавая валялась это была первая антенна принявшая сигнал от первого межпланетного аппарата мы не сохранили ее просто выбросили она может быть до сих пор там лежит где-то гниет как-то не просто печально это это традиционно к сожалению ну вот а обратная сторона луны оказалась крайне загадочной и абсолютно не похожий на видимую не зря астрономы хотели после смерти туда попасть смотрите ничего общего тут лавовые моря залившие большие метеоритные кратеры все кратеры они все круглые а здесь ни одного крупного лавового моря над море москвы есть но это в общем мелочь так назвали что красиво было морем москвы почему луна такая асимметричная мы не знаем до сих пор если какие-нибудь идеи у вас появится сообщите общественности пока никто не знает но есть конечно идеи есть гипотезы есть есть даже красивые гипотезы но проверить их пока не удается потому что никто обратную сторону луны до нынешнего года не посещал и не исследовал начале нынешнего года туда сел первый космический аппарат вы наверно знаете чей до китайский вот будем ждать от китайцев результат исследования вряд ли они там много чего пона исследуют но у них есть георадар они и там просвечивают посмотрим в общем это загадка а еще любопытная история посмотрите видите вот такая светлая полоса она и на старый на первом снимке тоже было это снимок попал тогда в гаиш у нас есть отдел исследования луны и планет тогда он был создан именно для того чтобы исследовать обратную сторону луны и первую карту вот по этой вот картинке и сделали первую карту там еще работают люди которые этим занимались тогда они совсем юные были сегодня уже пожилые это 60 год но они составили была первая карта обратной стороны 1 1 глобус сделали обратной стороны и вот эту штуку вот эту вот белесую полосу приняли за горный хребет и назвали его хребет советский если вы найдете старые карты луны или даже старый глобус я был недавно в калуге там большой музей имени циолковского там стоит вот такой старый глобус луны на нем прямо вылеплен вот так вот хребет советский написан а потом как смотрели ну уже вот качественные снимки современные никакого хребта там нет тут один молодой кратер там другой молодой кратер из них выбросы белые такие но светлые ведь каждый молодой кратер вот это как имя этого кратера кто помнит тихо да вот коперник там белесые такие выбросы потому что потом от радиации они потемнеют как и основная поверхность материковая а пока несколько миллионов лет они светлые так что просто светлая полоса и исчез с карты луны хребет советский его там больше нет печально правда или закономерно хотя бы на луне был хребет советский ну ладно а вот такой спутник тоже очень важный был это тоже наш тоже первый спутник луны толку от него вроде было немного он летал оцените эпоху он полетел за несколько дней до открытия очередного партийного съезда съезд цк кпсс был в кремле я хорошо помню дело по 66 год тогда телевизионный канал был один и по нему транслировали естественно заседание этого съезда вот там во дворце средств в кремле я хорошо помню что когда президиум вышел он там брежнев и прочие товарищи весь зал встал и тут диктор объявил а сейчас с орбиты луны нас будет приветствовать первый советский спутник луны и раздалась мелодия гимна партийного интернационала действительно с орбиты луны был передан там шорохи космический шум и вот там по вам парам по вот так а наш на что он был там записан как вы думаете вот на что сегодня можно было бы записать мелодию но на флешку да тогда даже на магнитофон не не стали тратиться хотя магнитофона уже были с лентами это была музыкальная шкатулка вот чайную коробочку заводишь и там мой милый августин надежная штука и она сработала но конечно прелесть его была не в том что он партийный гимн а он впервые стал летать вокруг луны и за ним следили за ним следили и выяснилось что летает он не очень ровно не по эллиптичную ним не по строго эллиптической орбите а вот так вот по волнообразной траектории то приседая то опять поднимаясь над поверхностью луны это было первое указание на то что луна очень неоднородная что там есть области повышенной и пониженной плотности вещества и те где плотность побольше у коры лунной там он конечно приседает орбита приближается поверхности как эти области называемый теперь кто помнит области повышенной плотности на луне а они есть кстати на других планетах а есть и на земле между прочим но не так ярко выражены от слова концентрация массы mass concentration а коротко маскон маскон на луне много масконов то есть областей таких пятен с повышенной гравитации это очень неудобно когда у вас есть задача посадить космический аппарат на поверхность луны тогда он может подлетая близко может раз провалиться над пролетая над масконом и удариться обо что-то там на луну и один эпизод такой был мы очень хотели опередить американцев посадить туда свой автоматический аппарат и кусочек луны на землю доставите прямо вот в те дни ка американцы полетели на луну первый экипаж что от стронка мы туда отправили свой аппаратик и он подлетая к луне над масконом прошел тогда еще плохо была карта гравитационного поля луны известно и присел и ударился в гору и погиб вот так выглядит кусочек луны это топографическая карта то есть цветом тут показан просто уровень голубое это пониженное место красноватые желтоватые горный но это просто большой кратер вот море смита это большущий кратер он заполнен довольно плотным веществом там базальтами ну естественно пониже а когда гравитационное поле мерить и оказывается тут выпуклость но смысле более больший потенциал гравитационный то есть там где плотное вещество там и силы гравитации побольше сегодня конечно карта гравитационная карта луны она очень детальная и это в основном благодаря полету вот этих двух маленьких аппаратиков такой грейл был эксперимент американцы запустили два одинаковых спутника и они друг за другом летели по орбите по одной и той же орбите рядышком несколько десятков километров между ними был и все время мерили расстояние взаимное то есть они мерили реально градиент гравитационного поля и поэтому вот такая детальная карта у нас теперь есть масконы красные тут отмечено а недостаток гравитации голубоватый кстати тоже не все понятно вот это загадочные вот такие сочетания они не загадочные а вот вот такая штуковина не совсем понятно ну ладно это когда-нибудь будем говорить об этом первые посадки на планеты тоже большой успех нашей отечественной космической техники посадить на безатмосферное тело довольно сложно космический аппарат легко когда есть атмосфера выкинул парашют и спускаешься думать ни о чем не надо ну иногда это правда не помогает но по крайней мере легче она без атмосферное тело это надо как с умом тормозить полет космического аппарата реактивными двигателями как видите это не всегда получается за последние два года израиль запустил с желанием посадить аппарат что с ним стало разбился индия на днях запустила хотели посадить на луну чем дело кончилось разбился а это уже двадцатые годы 21 века в наше время к этом компьютер и все такое тут никаких компьютеров не было кстати американские все в ту эпоху тоже разбились а этот гениально был сделан к подлетая к луне вокруг него надули такой мешок большой подушку безопасности ну притормозили его конечно полет но точно нельзя было рассчитать насколько сильно притормозили в общем он в этом мячике грохнулся на луну попрыгал попрыгал потом мячик сдулся и оттуда выход выкатилось вот это вот яйцо а почему оно такое яйцо ну ему надо было сориентироваться она как ванька встань кого так стало потом еще лепестки открыла и себя точно сориентировала и видеокамеры ну там не видео ну в общем такие механические телевизионные камеры сделали вот этот вот снимок это конечно коллаж по нынешнему фотошоп то есть он селфи не умел делать это просто его потом туда приклеили на фотографию но это реально первая фотография лунной поверхности знаете какое впечатление было мы ходили вообще как будто мы туда прилетели первая фотография поверхности планеты а так как будто стоишь на ней сумасшедший был эффект ну ладно вот два наших аппарата потом мы еще раз 5 пробовали да между прочим вот смотрите предыдущий как назывался который обратную сторону луны сфотографировал луна 3 а следующий который сел на поверхность луна 9 вот никто из нас тогда мы все школьники были уже книжки читали не спросил а где же луна 4 5 6 7 8 они все разбивались и о них никаких сообщений ни в газетах не по радио не по телевидению не было их там 11 штук разбилась прежде чем вот луна 9 опустилась мягко на луну но потом был наш луноход 2 лунохода и они до сих пор очень неплохо выглядят по крайней мере ни один планета ход не проехал столько сколько нашего лунохода по луне правда не только и делали что ездили толку от них особого не было но вот на них стоит отражать у лазерного света ретрорефлектор им до сих пор пользуются американцы 3 доставили на луну рефлектором и 2 каждый на луноходе и все пять работают на луне измеряем расстояние до луны лазерным лучом только потому что там есть вот эти рефлектора так машина хорошая просто научного оборудования на ней практически не было один маленький там гамма такой гамма спектрометр для химсостав вещества меряет на маленькой глубине под колесами а зачем же то вот такая огромная машина чего она делала на луне зачем каталась нам тоже тогда никто этого не объяснял просто была эйфория наш луноход бегает по луне здорово да отлично вот чего на 8 марта он там нарисовал восьмерку вот такое вот поздравление всем здесь женщинам земли глупость конечно но не никто же не видел и до сих пор нет ее фотографии а это была машина на которой должны были наши космонавты по луне ездить но космонавты не долетели до луны так что два лунохода там в общем зазря оказались но все равно это приятное великолепный опыт на будущее они бы еще и сегодня луноходы по 40 километров проехали на луне середина 60 но нет 70 начало 70 прошло полвека китайцы запустили свой луноход он проехал 100 метров и сломался сейчас второй луноход китайский на луне он уже 300 метров проехал китайцы радуются что такой у них крепкий луноход а у нас 40 километров проехал делали его на танковом предприятии нормальная машина а управляли им с земли это была непростая задача потому что вот он камерами смотрел на первом луноходе было две камеры это было плохо потому что он не видел далеко он видел только себя под колесами на следующий луноход поставили видите еще третью камеру чтобы повыше и подальше смотреть но и с ним оказалось непросто потому что сигнал от луны до земли сколько идет ну чуть больше секунды но и обратно чуть больше секунды казалось бы три секунды и все и реакция водители сидели на земле три секунды это не так много да но оказывается телекамеры тех лет вот эти вот строили один кадр в течение 20 секунд потом пока его просканирует а за 20 секунд машина может уехать далеко и второй луноход уехал в какой-то кратер провалился пока эти значит сообразили в общем не смогли его остановить так он там и застрял вот его колея а вот кстати кратер но он оттуда про задним ходом выбрался но при этом черпнул своей вот этой вот крышкой лунного грунта она засыпала батарею солнечная батарея она питает его электричеством и быстренько умер разрядились аккумуляторы так что а так машина хорошая но американцы работали на луне тоже с большим не тоже конечно они очень много чего сделали гораздо больше чем наши луноходы хотя риск был для жизни большой но все остались целые живы они привезли 400 килограмм примерно лунного грунта из тысяч тысяч точек собрали а и вот что интересно этот грунт разделили пополам одну половину отдали ученым сразу же и в течение последних пятидесяти лет это половину изучали и в штатах и в других странах и у нас вот тут институт аналитической химии имени вернадского отрядом с гаиши у них есть эти образцы американские а наши делились с американцами своими мы тоже привозили в автоматическом режиме грунт но вторую половину то есть 200 килограмм почти спрятали и в течение 50 лет хранили не отдавая никому с какой целью как вы думаете с грунтом он 4 миллиарда лет на жалость нет цель очень правильная за полвека а его именно на полвека положили за полвека должны были появиться новые методы исследования аналитические и они действительно появились за это время приборы невероятно развились для анализа и вот этим летом в августе по моему этого лета открыли сейф и и вторые 200 килограмм выложили и они сейчас расползаются по лабораториям всего мира и пошла пошел вал статей и уже новые открытия делают то чего раньше не могли там затопный состав в маленьких 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 песчиночках лунных он сейчас изучается на электронных микроскопах там есть специальные методы и это очень правильная идея была хотя казалось бы надо сразу все отдать ученым да нет придержали и теперь новое поколение ученых уже гораздо интереснее гораздо точнее исследует лунный грунт ведь тогда казалось все первые слетали теперь этого лунного грунта будет по навезут его до следующие космонавты ничего подобного 50 лет прошло никто не капли с луны ничего не привез ни автоматы не люди и вот эта идея отложить на 50 лет анализ она просто очень-очень правильно оказалось а еще до набор насколько я знаю нет хотят ну такое впечатление что все-таки китайцы ближайшее время накопают на луне побольше но почему только китайцы мы сейчас у нас есть новые аппараты довольно интересно если денег хватит у роскосмоса они полетят там замороженный хотят грунт привести чтобы из него потом воду и водород изотопы в общем с луной продолжаются исследования и там загадок конечно пруд пруди на луну очень похож меркурий на первый взгляд так похож что мы его когда пошли первые фотографии поверхности меркурия у нас такая затея была в гаиши только-только первые фотографии появились от 73 год был мы друг другу показывали их и говорили а ну-ка угадай это меркурий или луна и часто не удавалось угадать но теперь уже опыт накопился меркурий внешне похож на луну до атмосферы нет радиация вычернила всю поверхность молодые кратеры спокойно видны по выбросам но там все-таки своеобразно вот к нему впервые полетел аппарат орбитальный меркурий вообще очень плохо исследовал за всю историю к нему один пролетный летал маринер-10 и вот один спутник мессенджер вот это луна или меркурий меркурий и тут два очевидных признака есть что это большая планета с большой гравитацией и с интересной истории смотрите стенки кратеров лунных намного выше здесь стенки кратеров прижаты к земле почему а там сил тяжести больше втрое больше чем на луне и там вот эти удары не вызывают такого поднятия этой волны расходящиеся они прижаты а вот это что такое дать складочка такая на поверхности на луне таких складочек нет эскарпы они называются а на меркурий довольно много и мы понимаем по какой причине у меркурия гигантское железное ядро огромное его даже ядром неприлично называть она чуть не больше половины объема планеты занимает а у луны практически нет там малюсенько если есть она незначительно луна это камень большой а меркурия железяка большая покрытая слоем камня у железа огромный коэффициент теплового расширения с молодости до наших дней меркурий что делает остывает когда-то он был горячий все планеты остывают и он остывает железное нутро сжимается а поверхность начинает складками складываться она сухая уже застывшая и когда объем уменьшается планеты там вот такие вот наползание вот эти вот эскарпы на луне мы таких практически не видели довольно много и более крупный чем этот есть загадочные вещи вот черное пятно попробуйте на фотографиях луны найти вот такой темный кусочек не найдете на меркурии есть геологи говорят что по темноте по черноте он очень напоминает вот этот участок углеводород но нефть газ газ нефть мазут в общем вот такие нефть продукты откуда на меркурии углеводородные пятна тоже непонятно откуда на земле нефть кто знает вот это биота это жизнь а на меркурии откуда а кто его знает вот это интересно так не будем уходить от меркурия какие там условия но мы еще может поговорим он близко к солнцу поэтому жарко днем холодно ночью период вращения очень большой почти месяц то есть тут очень жарко там плюс 140 тут минус 170 но если вы выроете на экваторе землянку тоже на глубине двух трех метров там не будет суточных перепадов температуры там будет ровная температура средняя суточная температура знаете какая плюс 65 нормальная температура в африке так живут ну может не в африке на аравийском полуострове то есть плюс 65 эта температура благоприятная для развития жизни и она на небольшой глубине под грунтом меркурия это на экваторе а на полюсах там вечная минус 150 минус 170 и днем но там день ночью общем не сильная разница так что между экватором и полюсом где-то в средних широтах землянки будет плюс 20 плюс 15 или около нуля вообще благоприятное место для жизни главное вовремя окопаться там чтобы ну конечно жара прямые солнечные лучи там страшные но если выроете землянку все в порядке так что меркурий благоприятная для жизни планета еще более благоприятная как нам раньше казалось планета это венера она и на расстоянии таком же солнце как земля и гравитация такая же атмосфера нет все такое же то есть атмосфера есть но мы долго не знали о ней ничего пока туда не стали сажать аппараты потому что облака препятствуют ну просто ничего не видно сквозь эти облака даже в последнее время были попытки увидеть что-то в узких спектральных диапазонах искали спектральный диапазон в котором эти облака были бы прозрачны в принципе это могло бы быть японцы даже нащупали такой диапазон ну они ну может там километров на 20 вглубь смогли увидеть кое-чего но до поверхности никто не увидел кстати завтра по моему в гаиши будет очень интересный доклад жена антолия владимировича зацова люси зацова она руководит проектом венерианского зонда в институте космических исследований у нас есть совместный проект с американцами по посылке на на венеру долговременной станции на поверхность венеры если кто-то из вас вообще склонен к исследованием планет от час крайне перспективно то я рекомендую послушать ее и может быть какую-то связь с институтом космических исследований наладить через нее потому что после гаиша и ки это вторая астрономическая а может и первая не но у них специфика своя они космические аппараты делают мою снова с телескопами работы но там наши выпускники работают очень эффективно лучшее что было по исследованию венеры тоже наша история наши инженеры сделали посадочные аппараты на венеру вот такие станции последние экземпляры они подлетают планете делились пополам одна половина выходил на орбиту а вторая вот этот шарик кидалась вниз и на парашюте опускался посадочный аппарата самые последние даже еще умудрялись во время спуска на парашюте выкинуть аэростатик который в облаках венеры летал несколько суток его носила ветром и он очень неплохо там облачный слой исследовал на высоте там 50 километров примерно облака а посадочный аппарат выглядел вот так ну а не сразу мы научились сажать на венеру дело в том что никто не ожидал что там такие условия первые аппараты были рассчитаны на давление 20 атмосфер огромное давление вообще 20 атмосфер вот они спускались на парашюте на какой-то высоте их давлением окружающей атмосферы сменала в лепешку потом делали более прочное их сменала на более низких высотах тоже не долетали до поверхности потом инженеры скальнув все сделали из титана на 200 атмосфер давление рассчитанные аппараты вот они как раз первыми сели оказалось что у поверхности венера давление около 100 атмосфер в океане это какая глубина у нас 100 атмосфер сколько подумай километр каждые 10 метров воды это одна атмосфера значит 100 атмосфер это километр вот на километровую глубину большинство подводных лодок не опускается военных покрыт и только отдельные специальные батискав так что это по сути батискав но он спокойно выдерживает уж коли выдерживает то выдерживает давление что с ним не случится но температура окружающего воздуха плюс 460 градусов а воздух плотный и поток тепла туда колоссальный идет поэтому стенки вот такие вот толстые у этого аппарата все равно они прогреваются и электроника выходит из строя ну где-то за полтора часа среднего тут полтора часа он может поработать там у последних были даже бурильные станочки они брали грунт и впихивали его внутрь туда через специальный шлюз и там его исследовали ну и картинки присылали вот такие картинки мы в ту пору получались поверхности венеры почему они такие странные потому что тут вот вот это вот вот такое фото телевизионное устройство она сканировала сначала смотрела в одну сторону и мы видели горизонт потом поворачивалась под ноги аппарату а потом к другому горизонту и получалась такая 180 градусов панорама с одного борта из другого борта если склеить эти две панорамы то вы получите полный 360 градусов взгляд на место посадки ну а это станина подножия самого аппарата вот в данном случае интересная история произошла но это полосочка понятно для чего то понятно для чего этот полосочек в кадр выбрасывается нет ну масштаб в общем достаточно очевидно и так вот по детали аппарата нет это баланс белого у вас сейчас автомат фотоаппаратка тогда надо было устанавливать баланс белого вручную а это такая штучка отбрасывается это пенитро пенит пенитрометр он врезается в грунт еще там прокручивается и твердость плотность пород измеряет так вот интересно видите белая такая штучка с одного борта это крышечка фотокамеры она после посадки отстреливается такая из пенополиуретана такая толстенькая и камера начинает работать а где тут белая крышечка от камеры ну да зонтаки знают вот она лежит и пенитрометр как раз в нее врезался и измерил плотность пенополиуретана вместо того чтобы венерианский грунт исследовать с одной стороны мы проверили да что он работает мы знали какая крышечка вот но но начали бесполезно но это единственный случай был совершенно редкий такой сами в свою крышечку и исследовали а из этих фотографий сделаны в наше время более но более привычную картину мы получили взгляд такой для нас привычно как будто мы сами стоим на венере но к сожалению сделал это не наш инженер а американский от дон митчелл написал к нам с просьбой прислать ему исходные материалы магнитные пленки с этими записями мы с трудом нашли кстати где-то заброшенные но послали ему и он проекцию изменил а главное изменил жесткость кадра ведь какой он тут супер контрастный да и деталей каких-то переходных тонов почти не видно а тут он выровнял ну современные методы позволяют там кривую выровнять черноты и можно теперь какие-то мягкие переходы видите более тонкие детали вот это герб советского союза например не но это знает вот тут его попробуйте найти вот он там где-то скрытого вот он вот а здесь он вполне читабельный ну и в общем более такое приятное для глаза и более информативное изображение чем те предыдущие хотя из старых материалов сделано всю географию венеры мы смогли узнать только запустив туда радиолокационные аппараты две наших станции летали венера 15 и 16 с радиолокаторами и одна американская станция магеллан наши только северное полушарие ну такая орбита была только северное полушарие картировали а магеллан почти ну практически всю поверхность венера и тут цветом показан рельеф голубое это низменности зеленая желтовато это средний уровень а красное и особенно белое это самые высокие области что-то типа нашего тибета но это что что-то типа джамалунг там как раз 11 километров вот максимальная высота пик максвелл тоже любопытно что на что на несколько лет раньше ночи американцы сделали эту работу но первые карты появились американские мы очень долго обрабатывали дело в том что это очень сложная работа это радиолокаторы бокового обзора ну когда-нибудь узнаете как это работает там одновременно доплеровский сдвиг и запаздывание по времени считается но обработка этого сигнала сложная и мы то просто не было таких мощных компьютеров и долго это все дело американцы сделали быстрее ну так или иначе карта венеры вот посмотрите проекции разные бывают вот в такой проекции его почти там на самолете летите до над поверхностью венеры кратеры метеоритные замечены горы ну правда тут немножко нечестно это снимок сделан тут вертикальный масштаб второе по моему увеличен по сравнению с горизонтальным поэтому такая выпуклая гора скорее всего это вулкан там лава не сливается а вот метеоритные кратеры странные на венере большие есть а маленьких нет в чем дело что ну громко маленькие не долетают атмосфера плотная если давление у поверхности в сто раз больше а а гравитация та же что на земле это значит что у вас над головой в сто раз больше газа в атмосфере у нас если сжать атмосферу до плотности воды сколько получится считаем давление нашей атмосферы килограмм на квадратный сантиметр одна атмосфера какой столб воды такое же давление окажет опыт таричелли 10 метров наша атмосфера и трогому слою воды чтобы пробить километровый слой воды метеорит должен быть ну примерно такого же размер у нас атмосферу пробивают метеориты размером в метры там 5 10 метров а на венере в километры поэтому только большие кратеры там и получаются так задерживать вас нехорошо про землю про землю чего вы так все знаете про марс а про марс кто чего не знает про марс все все знают да самое благоприятное для жизни планета атмосфера есть вода есть фильме марсианин все показано красиво но неправильно но неправильно там что показано ландшафт и правильно показано просто человек бы там долго не просуществовал вот загадка марса есть речные русла нет воды куда делась вода если есть рейк ну были когда-то рейки смотрите приток большая река но нет сомнений что это речные русла куда вода делась высохла это как высохла значит в космос улетела вот это загадка марса неизвестно куда делась вода то ли в грунт ушла то ли в космос улетела так ну но хорошо ладно продолжим следующий раз давайте отдыхайте